Здравствуйте! Данное видео я назвал «Загнать старого лиса», либо «Как Россия принуждает Лукашенко к интеграции». Но по большому счёту речь пойдёт не столько об интеграции, в смысле шлюз поглощения и так далее, сколько о реализации планов Российской Федерации по контролю над процессами Беларуси, создания рамок, при которых Республика Беларусь независимо от того, кто находится во главе страны, кто и как, скажем, влияет на процесс, чтобы она не могла, грубо говоря, рыпнуться, либо соскочить и изменить контуры внешней политики, контуры внешней торговли. Для того, чтобы понять, как это происходит, давайте откатим немножко назад и посмотрим предысторию. Ну, я думаю, говорить о долгой истории интеграции двух стран не будем, давайте вспомним хотя бы с осени 2020 года. В сентябре месяц официальный Минск и лично Лукашенко были готовы на многое ради получения поддержки Российской Федерации. И это отражало в том числе в темниках, либо в тезисах российских государственных средств массовой информации. Потому что там было же и про конституционную реформу до Нового года, и про интеграцию и так далее. Но дальше получилось, что белорусские власти несколько стабилизировались. Перед Новым годом они получили, рефинансировали российский же кредит. То есть получается, что вышли относительно безболезненно по весеннему пику выплат по внешним долгам. Ну и при этом, как бы там ни было, случилась одна интересная вещь, что благоприятная ситуация на внешних рынках, в первую очередь и товарных, кстати, как товарных, так и рынках услуг, она позволила Республике Беларусь, в принципе, к лету подойти намного более уверенно, чем, честно говоря, я рассчитывал. Да, я понимаю, что сейчас мне скажут, а я экономик рушится, все плохо. Я понимаю, что для конкретных граждан, может быть, реально стало хуже, стало менее комфортно. Я говорю о финансовом загашнике, условно говоря, об общих показателях. Либо же о доступных резервах, потому что очень советую посмотреть на статистику того же самого Национального банка, либо статистику, которая делится с тем же самым Международным валютным фондом. Как бы там ни было, но если брать внешний торговый оборот Республики Беларусь, то есть экспорт, импорт товаров и услуг, то сальдо внешней торговли в 2021 году, положительная сальдо, составила за первый квартал 828 миллионов долларов. Для сравнения, за 2020 год 357. То есть это произошло в первую очередь за счет резкого сокращения отрицательного сальдо торговли товарами. Вот поэтому определенный загашник есть. Да, население частично вымывает валюту, но с другой стороны есть, условно говоря, постоянный приток денег, который позволяет тушить пожар. Ну и на этом фоне, естественно, плюс внутриполитическое определенное зажимание каек, и на этом фоне официальный Минск начал откровенно тянуть резину. Про это я тоже говорил уже не раз. Что в России, естественно, не нравится. То есть тут достаточно вспомнить так называемые интеграционные карты и последние переговоры с Владимиром Путиным. То есть давайте просто отмотаем снова-таки историю. 2018-2019 года помню 31 интеграционная карта. Карты были готовы на 90% якобы летом 2019 года. Потом к концу, к началу декабря 2019 оказалось, что надо там согласовать 1-2 карты, и к концу 2019-го уже 3-4, но на последней встрече уже говорилось о том, что согласовано там 26 либо 27 из 31. Вот, поэтому интересна такая арифметика. Ну это, в принципе, арифметика официального Минска, то есть демонстрировать бурный прогресс и заговаривать процессы. Для России на данном этапе важно иное. То есть Россия понимает, что и политически, и экономически невыгодно сливаться в тесных объятиях и, как говорится, входить, создавать одно государство. Для России необходима полный контроль, либо контроль ключевых отраслей и ключевых направлений деятельности Республики Беларусь как в экономике, так и в политике. Поэтому для России критично важным остаются уступки в политической сфере, чтобы в парламенте была партийная жизнь, чтобы были в том числе политические партии. И для России критично важно создание своих политических проектов, как якобы оппозиционных, так и якобы провластных, но проектов своих. Потому что, еще раз подчеркну, что вопрос пророссийской партии это не партия, которая будет ходить с российским триколором. Это партия, которая в случае прохода в парламент, в данном случае голосования будет принимать нужное решение. А лозунги могут быть для, как бы сказать, для плебса, для пепла, они могут быть какие угодно. Поэтому в данном случае создание таких проектов, грубо говоря, у России, в Беларуси нет своего медведчука. И если говорить о таких структурах, то, естественно, для России задача, среди прочего, войти в определенную сферу и частным своим бизнесом, для того, чтобы было... Потому что такие политические, в том числе конструкции российские, они существовали, вот как во времена позднего Советского Союза любили говорить, в режиме хозрасчета. Это значит, зарабатывали на месте. Вот зачем из России переводить деньги? Это политическая конструкция, но экономическая, это вход как минимум в нефтянку, причем желательно в нефтетранспортную систему, чтобы сделать невозможную поставку альтернативных углеводородов. Повторить историю с газом, потому что, для тех, кто не знает, я напомню, что была идея украинской стороны в 2019 году поставлять газ в Республику Беларусь, альтернативно российским, но приговоры велись, естественно, белорусским правительством и оператором газотранспортной системы владельцем. Оператор газотранспортной системы – это Газпром. Дальше, я думаю, объяснять не стоит, потому что Газпром, а трансгаз Беларусь сказал, что не стоит, нам это неинтересно, потому что у Республики Беларусь есть надежный поставщик. Ну а Белгазпромбанк, как говорится, известный в последнее время, снова-таки в 2019 году, сказал, что он на это не выделит ни копейки, на возможную реконструкцию или создание точек перетоков. Поэтому в случае аналогичной ситуации с транснефтью, белорусскими магистральными нефтепроводами, то есть тогда тоже можно будет забыть о какой-то энергетической независимости даже начала. Поэтому таким образом вход в один из НПЗ, но скорее всего попытка все-таки добиться до нафтана, это химия, это электроника, это ВПК и так далее. Причем входить путем создания совместных предприятий, говорится достаточно хитро, создания межгосударственных холдингов, чтобы вроде бы поглотить и ничего не платить. То есть так называемый обмен акциями, где российские акции на начальном этапе они заведомо дороже стоят. То есть в Беларусь не приходит ни копейки живых денег, но при этом Беларусь якобы получает виртуальное владение, условно говоря, там 10% КАМАЗа, лишаясь половины МАЗ. Это старая схема, она уже, кстати, предлагалась в 2012-2013 году, но тогда не пошли. Но сейчас Россия пытается ее, как говорится, реанимировать, провести. Ну и дальше, естественно, скажем так, с точки зрения политической реформы, это максимальное принуждение к срокам, чтобы на протяжении двух-трех лет выйти уже на удобную для себя конструкцию, когда правительство Беларуси назначается, либо выбирается парламентом, исходя из позиций парламентского большинства. Ну и при этом, сама идея, кстати, неплоха, она демократична, нормально, но при этом есть раскол в обществе, есть такая золотая акция в виде пророссийских партий. То есть это, условно говоря, задача Российской Федерации. При этом задача Минска это пропетлять, но имею в виду официальная Минска, при этом максимально не делясь властью, потому что это снова-таки вопрос не столько денег, вопрос не столько влияния, сколько раздела власти, не делясь властью с Кремлем, накормив Российскую Федерацию определенным количеством, вот как белорусско говорят, обетцанок. Обетцанки-цессанки дурной радости. И именно поэтому Минск, да, Минск начал борзеть, Минск начал официально натянуть время, то есть давайте вспомним последние переговоры Путина и Лукашенко, которые длились 4 часа, и когда Лукашенко даже не остался ночевать в славном городе Москве, он просто свалили. Дальше мы смотрим историю с 9 мая, то есть Лукашенко то ли приглашали, то ли вообще не приглашали в Москву, что достаточно странно для Путина. И российский президент был, как говорится, в компании своего таджишского коллеги. Лукашенко демонстративно остался в Минске, и в Минске провел несколько мероприятий, причем там в том числе мероприятия по госфлагу и так далее. И следующая интересная вещь, это давайте вспомним как раз-таки в период победопесия количество упоминаний России. Оно намного меньше, но значительно меньше, чем было до этого. Достаточно веселая штука. То есть официально Минск пытается каким-то образом петляться, пытается каким-то образом отдаляться. Но в Москве остаются и были и есть элементы давления. То есть первый элемент давления, это как раз-таки якобы страх перед американскими санкциями, о чем я уже говорил, причем объяснял, почему именно нафтан, то есть тут удобная цель, это и договор по транспортировке нефти на услугу, о нефтепродуктов на услугу, это и отсутствие альтернативы и так далее и тому подобное. То есть выходом из данной ситуации по состоянию на сегодня, да, будет проседание в поставках, но дальше будет весьма интересная вещь, потому что Российская Федерация, она может предложить восстановить объемы в обмен на определенное количество, либо собственности, либо совместного управления, тут тот вопрос, либо трубой, или чем-то еще. Это первые элементы, вторые, то же самое будет скорее всего в финансовой сфере, потому что к осени, если Беларусь все-таки будет пытаться подходить и восстанавливать старую систему операций по внешнему долгу в расчете 2 трети, 1 треть, когда 2 трети рефинансируются, 1 треть выплачивается на чистой основе, то есть такое постепенное снижение объема долга, но в принципе необходимо будет рефинансирование, то есть тут Россия будет играть снова-таки рублем, Россия будет играть долларом, то есть пытаться зажимать, третье, информационная сфера, тут будет продолжаться давление, и очень интересная вещь, связанная с нефтью и со всем остальным, это пытаться загонять Минск в ситуацию, когда не слишком пойдешь на восстановление политических контактов. О чем я говорю? Давайте вспомним зимнюю встречу Путина и Лукашенко, помните, например, на украинском направлении вопрос по Донбассу, якобы во время протокольной обмена любезностями журналисту разрешили задать вопрос. То есть Лукашенко уже тогда озвучил про российские тезисы, что вылезло несколько боком, а теперь в Минске будет еще одна интересная ситуация, то есть интересное событие, а именно Российская Федерация будет проводить, российское посольство, точнее, в Минске будет проводить всеменный съезд соотечественников, то есть съезд диаспор, фактически съезд русского мира, который пройдет, еще раз повторю, в Москве. И там более 40, так сказать, государств и так далее, и тому подобное. На первый взгляд, ничего страшного. И официально Минск отказать от такого мероприятия, но по большому счету не может. Ну а теперь давайте подумаем чуть более, посмотрим на проблему чуть более внимательно. То есть для Российской Федерации иностранными государствами полноценными являются и Осетия, и Абхазия, и русские соотечественники живут в том числе на Донбассе. Давайте представим, что гордые жители ЛНР, ДНР приедут в Минске, будут там размахивать флагами, выступать с трибуны и так далее и тому подобное. То есть вот уже еще одна точка дипломатического конфликта с Украиной. То же самое по Грузии, то же самое можно по другим государствам. Вот поэтому таких зон напряженности достаточно много. Я думаю, что Россия будет использовать такую вещь для того, чтобы, во-первых, официальный Минск, если можно так сказать, запятнал себя в участии в пророссийских либо в российских внешнеполитических комбинациях. Ну и таким образом сделать невозможным поиск каких-то компромиссов либо поиск дополнительных точек соприкосновения хотя бы с соседей. По польскому направлению, ну и естественно по европейскому и американскому направлению. То есть Россия до переговоров на высшем уровне с Соединенными Штатами Америки будет поднимать ставки. Но эти ставки будут подниматься как раз таки во многом на белорусской территории. Ну и плюс еще не стоит забывать о такой вещи, как серия учений и манеров, которые будут проходить на белорусской территории. То есть это внешнеполитическая такая расстановочка рамок, на которые, ну, сопредельное государство вынуждено будет реагировать. Вы сможет ли официальный Минск из этого выпетлить? Полностью я сомневаюсь, потому что он несколько не в том положении. И учитывая влияние информационное, финансовое и экономическое, просто за счет открытых рынков России, многие такие, ну, пощущие на плеухи, либо многие такие выпады в Минске придется, скажем так, проглатывать, либо не замечать. Потому что до выхода на какой-то диалог с другими центрами силы, то есть это в том числе Европейский Союз, Соединенные Штаты Америки, до окончательного оформления контуров сотрудничества с Турцией и до активного включения, именно явного, точнее, не просто активного, а явного активного включения Китая, которое произойдет где-то к лету. Но, в принципе, возможностей для маневров не так много. Но, с другой стороны, время играет против России, Минск тянет это время, Россия пытается, как говорится, наверстать. Что из этого будет? Ну, посмотрим. То есть время покажет. На этом у меня все. Видео понравилось. Лайкайте. Подписывайтесь на канал, поддерживайте. Подписка на патреон, как делают вот эти вот товарищи. Ну и хорошего ясного неба над головой. Прекрасного дня и удачи. Всего вам доброго.